лаба с другой привет друзья в этом видео мы покатаемся по весенней клайпеле это улица не даст я тут не снимал ну смысле снимал но не здесь хотел дворик показать такое тут снимал осенью сейчас плюс 6 градусов тепла ветер сильный дать и на одно здание построили уже дорогу за асфальтировали это старые там тайкос проспекта что направляемся так называемый район report который хотят переименовать и еще у нас хотят переноса переименовать улицу могилева но это почти report школу сейчас заеду покажу тоже не показывать как мини детский садик на первом этаже кстати вот насчет соль чтобы что пропала соль мы с польши вернулись 25 февраля и уже был в акрополисе уже тогда скупали соль каменная украинская но с донецкой области и уже видел тогда что как ее скупают потому что сказали что некоторые продукты будут вообще убирать это соль как она стала некоторым продуктом так 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 нас консервы скупают, уже скупили. Вообще консерв нет. Ну я знаю, где есть, но не скажу. Так вот, консервы и массово стали покупать свечи. Но это уже в третью неделю покупают. Везут и везут эти свечи. Свечи, если электричество пропадет, то что как-то освещаться. Только из-за этого покупают. В этом видео я по возможности проеду везде почти. Какая-то классная. Везут. Везут. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Особенно если вообще тут Квапичане никогда не бывают в этом городе, что тут делать, если ты тут не живешь, зачем приезжать, допустим, с другого конца города, чтобы тут вот поездить. Продолжение следует... 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 дорога 10 велосипедная. Вот тут мне уже нравится ездить. А еще хотел сказать, что кто на украинских машинах, почитайте правила, когда можно на зеленую стрелку заворачивать, а то постоянно стоите и ждете зеленый свет, когда горит стрелка вправо, что можно заворачивать. И вам все пипикают, а вы не в курсе, что делать. Для украинцев регистрационный центр там нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Посмотрите, друзья, на камеру, как сблизи выглядит, которая стреляет. На этом мосту было 70, скорость. Летом можно тоже сделать 70, сейчас 50. Постоянно стреляет. То ее убирают, то ее снова ставят. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, два видео сделал. Кстати, вот насчет беженцев. Ребята, какие они сейчас шоппинги в Акрополе делают. В Акрополе стоят. У каждого в руках одежды по 3-4 мешка. Может, поднимут экономику своими покупками. Потому что у нас до этого вообще пустые магазины были вообще. В 2014 году тоже, когда украинцы сюда приезжали, тоже вот все флаги украинские вешали, поддерживали. И потом как-то резко убрали эти флаги. Не знаю, что там случилось. После украинских соглашений, может. Что-то нам не договаривает. Мне очень нравится, когда в клипе про Клапину Вода есть на море, допустим, озеро. Я вот так вот решил сейчас снять. На дроне пока не буду летать. Тут ветер странный очень. Всему свое время. И так уже на дроне, ребята, 900 километров. 900 километров Литвы снял. Где-то за год. Клапинского района, Шишелунского района. Вот эти курорты. Все Ниду, Йоткранти, Балангу. Еще-то придет время. Будем восточную Литву снимать тут с дрона. Потому что вы не думаете, допустим, что купил дрон и все. И у тебя съемки получатся. Так надо учиться. Надо начинать не с дорогих дронов, а с китайского. За 30 евро. Потому что большой шанс, что можете дрон разбить дорогой. А уже потом, когда уже научились китайским дроном снимать. У вас он упал пару раз, куда-нибудь там в деревьях застрял. Уже тогда поймете, это вам надо вообще из-за двух кадров видео. Дрон покупать, допустим. Вот я сейчас мечтаю купить такой, как робот на колесиках с камерой. Он бы сейчас сам ездил бы, снимал бы, на скамейке с Линой сидел. Всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!